Друзья, вопрос в следующем. Должен ли художник быть голодным? Я думаю, многие поднимали этот вопрос, и он уже набил оскомину. Но есть у меня на этот счет свое мнение, и я хотел бы обязательно поделиться с вами. Смотрите, если мы будем голодать и испытывать физический голод, то действительно это, наверное, чрезвычайно некомфортное чувство, и здесь очень сложно говорить о каком-то творчестве. Но проследите мои мысли и поймите, в какую ситуацию может попасть художник, а в том числе и вы. Пишет мастер картины. Они складываются с топками, и особого успеха он не имеет. Но вдруг для какой-то сборной выставки он пишет шикарный букет цветов, работа получается приличного размера, он решает, что выставка ответственная, и лучше эту картину вставить в хорошую раму, чтобы прозвучать на этом мероприятии в полную силу. Сказано, сделано. Картина отправлена на сборную выставку в другой город. Художник понимает, что ранние выставки особо не отличались большим откликом зрителей в его сторону, и он не получал заказы и хорошие продажи. И в этот раз, чтобы как-то интересно и солидно выглядеть посреди своих коллег, он назначает на эту картину довольно-таки приличную цену. И случается чудо. Картина продается за приличные деньги, и даже берет диплом второй степени на этом, как оказалось, еще и конкурсе. Это приятное событие в жизни художника. Мало того, на картину претендовало несколько человек, и тот, кто позже пришел и расстегнул кошелек, просит сделать копию и дает даже большую сумму для того, чтобы художник согласился и повторил эту работу. И художник, радуясь своему успеху, с удовольствием повторяет эту работу и вновь получает приличный гонорар. Доволен мастер, довольна семья. Ребенка собрали в школу. Полная гармония. Звонок из галереи. И мастера просят сделать несколько работ для их художественного салона, в котором, который примыкает к этой картинной галереи. Просят сделать именно цветы. И просят сделать цветы, чтобы одна из работ была похожа на ту, которую художник уже продал в этой картинной галереи. Мастер вдохновенно делает эти работы. Мало того, понимая о своем успехе, он повторяет эту картину еще и для своего города, чтобы выставить на местной выставке и продать в своем художественном салоне. Он опять попадает в точку. И эти работы вновь куплены. И, казалось бы, все складывается очень хорошо. Все в пользу художника. То, о чем он так долго мечтал. Наконец-то творчество соединяется с финансовой стороной. И наступает некоторое благополучие. Но в этот момент приходит осознание того, что следующая работа, написанная в этой технике, я неправильно говорю, не в этой технике, а сюжет вновь повторенный будет изматывать мастера. Но нет толку, если мы рисуем вазу справа, потом слева. Но все равно сюжет повторяется, сюжет требует галерея. И желает продавать только такие сюжеты мастера. Потому что они пользуются популярностью. Здесь мастер впервые попадает в некоторую, можно сказать, западню. Он почувствовал радость материального благополучия. Удовлетворение наступило в семье. Но при этом заканчивается его творческое развитие. И вот это присыщение материальным начинает давить. Потому что у тебя еще много, что есть сказать зрителям, самому себе. Но ты должен действовать в определенных рамках. В этом смысле я как-то читал про музыканта Ингви Малстин. Это музыкант-вертуоз, которого заметили продюсеры. И вывели его на музыкальный рынок, записав несколько альбомов, которые очень хорошо были приняты зрителям. Но когда этот музыкант принес в студию музыку другого плана, чтобы продюсеры отказались вкладывать деньги в этот альбом, и музыканту пришлось издавать его на свои собственные деньги. Конечно, он получил меньшую раскрутку и меньшую популярность у зрителей. Но на самом деле он поступил как художник. Иногда нам приходится отодвигать вот этот коммерческий успех для того, чтобы продолжать свое собственное развитие. У меня в жизни тоже была похожая история. Однажды как-то в шутку для экспозиции в детском саду я сделал серию веселых картинок, которые должны были обрадовать детей. Техника не очень сложная. Я, кстати, делал на эту тему уроки для нашей арт-школы, потому что считал необходимым, раз у меня есть это знание, почему им не поделиться. Но в свое время, сделав эту выставку, я получил некоторое количество продаж. И после этого мероприятия эхом ко мне приходили заказы на создание вот этих веселых котов. Вы сейчас смотрите, думаете, какие они замечательные, хорошие ребята. Так вот, в какой-то момент заказов стало очень много. Они были недорогие, но выполнялись легко. И все просто превратилось в конвейер. Пока однажды мне не пришлось наступить на хвост, не хотел сказать на горло собственной песни, наступить на хвост самому вот этой ситуации и сказать, все, больше я их не делаю, иначе я всю жизнь буду рисовать этих котов. И на последующие звонки я отвечал отказом, и в конце концов стихли заказы на эту тему. О чем я говорю? Вот он, голод, который необходимо ощущать мастеру. Голод по новым темам, по новым открытиям, по новым творческим поискам. Если мы вдруг попадаем в какую-то колею, и не можем из нее выбраться, творчество превращается в мучение. Это даже хуже, чем отсутствие материальных благ. Кстати, согласны вы со мной или нет? Напишите в комментариях. А вот пример одного японского художника, который за свою жизнь сменил 50 имен. Брал за свою жизнь 50 псевдонимов. Даже для определенной серии своих работ гора-водопад. Горы-водопад. Он брал имя, выполнял эту серию. Да, она успешно продавалась. В конце жизни он был, к сожалению, не богат нищим художником. Но именно на своем творческом пути он все время пытался оказаться рядом с чистым холстом, с чистым листом бумаги. Начать все заново. Начать творческий процесс. Вот это фонтан чувств, выливающийся на поверхность холста или листа бумаги. Именно в этом, наверное, настоящий художник видит свое продолжение, воплощение, желание работать. А если вдруг жизнь создает те рамки, о которых я сказал, или они несколько другие, может быть, другого характера, то здесь наступает большая несвобода, что очень осложняет творческий процесс. Друзья, вот в таком контексте я рассматриваю фразу «художник должен быть голодным». Спасибо вам за внимание. Еще раз попрошу вас написать свое мнение. Обязательно находится несколько человек, которые очень здорово дополняют в своих комментариях то, что я сказал, и вместе это дает такой хороший посыл тем, кто только что рассматривает для себя этот вопрос. Спасибо за внимание. Пока.